Непростая эпидемиологическая ситуация в регионе повлияла на работу многих организаций. В большей степени возросшую нагрузку почувствовали на себе медики. Тем не менее, скорую и неотложную медицинскую помощь оказывает и жителям региона бесперебойно. 700 звонков. Именно столько обращений в областную станцию скорой медицинской помощи поступило за сутки. Ни один вызов не остаётся без внимания. Задача диспетчера за максимально короткое время понять степень тяжести состояния пациента. На экстренные случаи, такие как ДТП, ножевые ранения, потери осознания, медики приезжают в течение 20 минут. Гражданам без явных признаков угрозы жизни бригада отправляется в порядке очереди. В настоящее время, среднее время ожидания вызовов в неотложной форме не более 3,5 часов. Мы стараемся максимально быстро приехать. Но хочу добавить, что соматические вызовы, то есть пациенты с болями в сердце, инфаркты, нарушения мозгового кровообращения, с травмами, ДТП никто не отменял. Эти пациенты обращаются практически в том же количестве, что и раньше, но дополнительно наши пациенты с температурами, с подозрением на пневмонию также вызывают скорую помощь. При обращении в скорую помощь, какой бы сложной ни была ситуация, прежде всего важно успокоиться и четко донести до фельдшера информацию о состоянии пациента и о его местоположении. Важна каждая мелочь. Во время приема вызовов скорой медицинской помощи ты не только опрашиваешь пациента и уточняешь жалобы, но еще ты и вслушиваешься в ту обстановку, которая происходит на заднем плане, которое о многом можем сказать, так же как и о состоянии, о тяжести пациента, так же и о получить достоверные данные по мотиву вызова. Врач Василий Шмаков, который работает на скорой уже 11 лет, говорит, что количество вызовов с осени за распространение COVID-19 увеличилось, но такие нагрузки не критичны. Общее количество вызовов, выполняемых любой бригадой на любой подстанции, конечно же увеличилось, потому что мы теперь выполняем вызовы, которые относятся к категории неотложной помощи, то есть которые должны выполняться поликлиникой. И часть вызовов, которые в этом случае нужно тоже в экстренном порядке обслуживать, а линейные бригады заняты выполнением вызовов, связанных с ковидными пациентами, иногда вложатся на плечи не только на нас, но и на все остальные бригады. Поэтому могу сказать, что в общем количестве их стало больше, а значит нагрузка чуть выросла. Специалисты скорой помощи с пониманием относятся к тревогам северян, которые зачастую паникуют при первых признаках простуды и все же призывают не терять голову и критически оценивать ситуацию. Если же вызов бригады неизбежен, то медики просят обращаться по телефону 112 или 03. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова